здравствуйте друзья с вами феликс и так это у нас часть 2 по созданию листингов в которой мы попробуем вместе с вами в онлайн режиме создать высококачественный листинг почему я говорю попробуем потому что в живой записи могут присутствовать всякие глюки всякие задержки поэтому вполне возможно что кое-что будет получаться не с первого раза и так что мы имеем в виду когда говорим высококачественные листинги вот при переключенном свечере о чем все вы знаете вот здесь вот с правой стороны есть вот такая вот шкала которая показывает нам качество листинга и вот нас поздравили что у нас высококачественный листинг вот второй аналогичный листинг тоже высококачественный и тоже полноценный как нам говорит алиэкспресс я сейчас вам покажу эти листинги они собой не из себя ничего сверх такого необычного не представляют давайте закроем вот этот он нам не нужен но поскольку мы тут никаких изменений не внесли закрываем вот второй листинг смотрите здесь никаких промо материалов никакого видео нету как мы с вами и говорили здесь заполнено не так уж много в спецификации позиции бренд материал и пол то что они требуют три обязательных поля ну и три необязательных я заполнил которые опять же взятые с листинга поставщика то есть опять сколько пустых полей они не заполнены то есть это тоже не имеет значения ну дальше вариаций тут без всяких комментариев как говорится ну description я вам потом покажу в живом листинге здесь на этом единственное что я сделал перевел как будет смотреться с телефона вот есть такая это тоже вам сейчас покажу как делается ну и остальное все как обычно на том листинге вот эта телефонная позиция она тоже отсутствует ее там нету вот внизу так что это тоже не обязательно но мы сейчас сделаем чтобы было все эти два листинга они одинаковые но вот как вы сейчас увидите они созданы под разные шиппинг шаблоны здесь цена 99 и 0 99 евро только шиппинг 3 42 то есть это из расчета на си джей сайт у них расчет отгрузки идет от веса посылки и поэтому мне тут необходимо установить цену в 3 42 но продавать сам товар я могу за 99 центов следующий листинг уже под aliexpress он стоит 2 22 и шиппинг у меня 175 то есть в обоих случаях я подогнал свой шиппинг шаблон о котором говорилось в первой части под тех поставщиков с которых я беру данный товар и давайте по очереди пойдем тайтл ничего необычного необычны только картинки они видите на белом фоне все тут аккуратненько только одна картинка вот с ладонями у девушки и все первые первую картинку я обработал то есть добавил что это 90 925 пробное серебро и вот здесь вот с фотошопил так скажем красоту и все больше ничего тут не делал следующее вот у нас описание смотрите тут опять же нет ничего необычного название размеры то есть седьмой размер это вот столько миллиметров приблизительно и так далее то есть вот эти вот клики вот это пять шесть семь десять соответствует вот этому и для чем для чего по в пакете одно колечко и все и всего лишь три фотографии три или четыре три фотографии в описании то есть опять же описание перегружать фотками это не к чему следующий листинг тот же то же самое нет ничего другого ничего необычного абсолютно одинаковые листинги и теперь будем делать свой новый листинг с вот такой вот игрушечкой естественно поставка у нас из китая из китая у нас только вот эти две вариации другого нету из франции поставка вы только посмотрите за 35 евро так что мы работаем с китаем и пусть будет всего две вариации скорее закончим теперь смотрите предварительно что я сделал с этим листингом ну естественно скачал картинки скачал описание как мы знаем и вот это описание нашего поставщика моего поставщика я не поленился переделал это описание то есть она у меня будет не таким не полностью естественно скачал вот это все описание html кода и его немного отработан обработал вот в таком вот редакторе сделал под себя ну это мой логотип моего магазина это название товара это крупным написано что трек номер доступен в описании description сместил в центр подкрасил и так далее и в конце thank you в самом конце этого ролика я покажу как из вот этого чтоб каждый раз не делать не переделывать просто надо один раз сесть подготовить вот такую вот болванку я ее так называю шаблончик и сохранить можно делать это в этом редакторе многие работали на ebay есть бесплатный генератор шаблонов можно и кому удобно кому привычнее вот тоже самое и здесь можете набрать с редактировать и сохранить то есть это у вас будет постоянно под рукой и вы будете делать такие красивые описания следующее что я сделал немного переделал title вот в переводчике через переводчик здесь слово крисмас в трех местах например год 2021 опять же лишнее то есть можно посмотреть все ненужное отсюда убрать все повторяющиеся опять же убрать и у нас освободиться место под 122 буквочки где я в title опять же добавил что трек номер есть мы предоставляем и вот это будет наш title то есть в двух местах на листинге мы говорим нашему покупателю что у нас есть трек номер если вы хотите обслеживать вы его получите и так так следующим шагом пошли уже создавать новый листинг в первой части там где мы создавали шаблон мы создали шаблончик который я назвал под продавца вы можете назвать его тест и тестировать вот все что мы сейчас будем делать скопировали ссылочку вставили сюда подождали пока нам подтянет подтянуло категорию поехали дальше свитчер вправо обязательно не забывайте и вот здесь наша шкала появилась идем поставщик поскольку title мы здесь поменяли с переводчика скопировали вставили клик в пустое место не забываем после каждого действия клик по пустому месту чтобы зафиксировалось он и так работает этот aliexpress с глюками не забывайте кликать по пустому месту после каждого действия сохранить сохранили опять в пустое теперь картиночки они естественно у нас на столе на рабочем вот это нет это не то вот это вот это наши картиночки собираем их всех загружаем и сейчас покажу одну картинку то есть всегда желательно чуть-чуть поработать со своими изображениями со своим описанием перед тем как начинать работу вот смотрите что я сделал вот взял из этих картинок то ту картинку которую я выбрал основной через paint да через любую там работу с картинками вставил свое свое лого пусть оно будет на одной единственной хотя бы картинке делайте не ленитесь и передвинул его ее первое это эту картинку все картинки загрузились confirm следующее давайте заполним это поле тоже это если вы вдруг надумаете продвигать через аффилированную программу или через купоны или через что-то захотите продвигать свой листинг свой товар здесь вам надо загрузить две картинки давайте загрузим это могут быть может быть одна и та же картинка просто она показывается в разных размерах я опять же выбираю ту которую с моим лого и здесь тоже сейчас выбираю с моим лого и посмотрим как она будет смотреться потому что здесь размер другой видите можно передвинуть можно выбрать область которая будет показываться передвинул все три варианта видны наши старички выставили и сохранили то есть картинки для промоушена у нас тоже есть вот одна вон вторая то же самое но пусть будет не понравилось можете поменять следующее видео когда мы через расширение скачиваем вот здесь сейчас у меня отключено когда мы скачиваем скачивается видео тоже это видео сразу вот отложите в сторону из общих картинок а сам ролик пусть будет тоже у вас под рукой если хотите сделать с видео загружаем это видео с рабочего стола вот оно мне кстати сегодня сказали что mp4 не загружается я специально это оставил под mp3 mp4 если сейчас увидим если не получится есть конвертеры можно поменять на ави и в другой формат то есть это не проблема вот загружается тяжело листинг сам утяжелиться но в итоге раз хотим с видео значит пусть будет с видео вот оно загрузилось можно поменять заставку то есть первоначальную картинку вот кликаем change video cover и нам дает выбор что мы хотим чтобы показывалось в начале ну в принципе оно и выбрало что то там с елочкой ну давайте вот этого выберем пусть будет вот такой вот санта клаус в начале то есть вот здесь вот здесь вот без видео будет показываться та картинка которую вы только что выбрали дальше идем бренд name выбираем нету у нас бренда дальше смотрим ничего обязательного нету окей ну попробуем что то запомнить то что можно страна производитель китай даже заглядывать не надо к поставщику модель номер я назову фу можете назвать как хотите один это сокращенно ну логотип моего магазина фу 1 фу 2 называйте как хотите пусть будет оно не лишнее дальше высота предупреждение то есть тут может быть по возрасту предупреждение и так далее ну вот и все остальное давайте посмотрим что у нас поставщик заполнил заполнил переходим в спецификации и смотрим брендный нам не нужен и вот так вот по очереди филинг что у него тут под филингом pp cotton то есть искусственная вата вот она дальше дальше смотрим высота хейт даже не надо понимать слова вот просто ищите подобное слово ну нету здесь это вот здесь есть вес 28 грамм давайте посмотрим где у него тут вес нет это варнинг это предупреждение можно добавить добавить допустим и назвать вес такой-то там 28 грамм и назвать вот можете прямо так вот копировать и вставлять вот сюда вставить все будет и вес показываться и так далее что это сертификаты не проставляем не надо потому что у нас не будет нету сертификатов с этим тема что за тема животные спорт музыка фэнтези окупайшин я просто издалека чтобы не не задевать микрофон ну давайте фэнтези выберем пусть будет старичок из сказки ну вот хватит чтобы не искать вот тут нам нас просит сертификат загрузить если есть сертификат у производителя то есть у поставщика он обычно в виде фотографии бывает вот здесь именно прикреплен вот здесь где-то прям сфотографирован сертификат и прикреплен раз его нету значит сюда ничего не надо ставить пропускаем здесь нас предупреждают что в евросоюзе и так далее надо чтобы было все это сертифицировано мы не не проставляем и сейчас как раз проверим было опять же сегодня что вот такой вот товар без сертификатов встал в пендинг ждет одобрение тут вариации значит у нас там два варианта которые доступны выбираем любой выбираем любой и переходим сюда переходим сюда здесь что у нас вариант номер два вот ноль два ну и мы пишем только не ноль два у нас уже будет ноль один потому что у нас всего два варианта это ну ноль три мы пишем ноль два ноль два теперь загружаем картинки под первым вариантом у нас надо посмотреть потому что скачались все пять вариантов так в такой шапочке вязаной и так далее значит сейчас найдем в вариациях этого мужичка в такой вот шапочке вот это вроде он подтвердили в третьей то есть вариации у него серый серый шапочкой так идем сюда кликаем сюда серый серый шапочке с висячими ножками да по-моему там было ну что у нас тут нет сидит на пеньке здесь у нас кто сидит вот этот сидит на пеньке вот он подтвердили дальше выставляем цену выставляем цену поскольку у меня там будет шиппинг я сейчас его опять же неправильно поставлю под не тот этот шаблончик смотрите выбираем шиппинг всегда алиэкспресс стандарт шиппинг вот этот шиппинг china post регистратор тоже очень хорошая доставка здесь вот если посмотреть разница в 3 дня но они ну для такого товара разница в цене существенная можно ориентироваться вот на это начальный пост регистратор аирмайл очень хорошая тоже доставка ну для полного соответственно нашему листингу опять же выбираем алиэкспресс стандарт шиппинг принимаем и видим что доставка у нас 2.41 руб 93 цена хорошо давайте посмотрим что у нас творится с норвегией здесь 3.91 сингапур пост тоже нормальная но здесь уже ноябрь 21 нам надо чуть побыстрее 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 мы не видим побыстрее у нас нету только есть за 17 ну что ж ноябрь 21 первое это опять же выбер выбор вот ноябрь первое еще лучше да для нас руб 78 87 нормально дальше Дания здание что у нас опять же есть чайный пост где-то за 2.22 и алиэкспресс стандарт шиппинг 3.19 в тот же самый день то есть опять же можно ориентироваться на чайный пост и вот смотрите еще один постоянно возникающий вопрос вот смотрите трека нету трека нету трека нету все три службы предоставляют трек номера но у них есть виды отправления без трека на небольшие пакеты недорогостоящие и алиэкспресс нам показывает что нет не будет трека вот этот янвей очень тоже хорошая служба хорошая четко работающая служба она предоставляет треки под любой свой продукт просто вы поработаете все это будете знать ну чтобы очень не путаться опять или стандарт или чайный пост и значок у них такой то есть где то тоже опять 2.22 3 с чем то просто эти цифры надо запоминать чтобы потом с шиппингом разобраться хорошо то есть 2.41 в принципе 2.50 вот так округленно запоминаем у нас шиппинг и цена товара руб 93 руб 93 ну на оценку давайте сделаем ну сейчас двойную чтобы уже там в калькуляторе не высчитывать это будет 3.86 ну 3.80 давайте поставим цену 3.49 на этот товар 3.49 здесь это сейчас не существенно поэтому я и не высчитываю так количество по 3 штучки 3 штучки все поехали в описание в описание переключаем убираем этот бар переходим в то что мы в редакторе сделали кликаем на html выделяем все скопировали перешли сюда вставили переключились обратно и вот он наш листинг он в таком виде теперь смотрите вот здесь нам предлагает разные виды шаблона но уже шаблона листинга здесь есть еще разные виды шаблонов но он сразу нам показывает вот шаблон подходящий под эту категорию теперь что мы можем сделать мы можем здесь вот просто мне интересно подвиснет этот листинг или нет раз у нас там попросила сертификаты есть очень много других категорий которые можно продавать без сертификатов например украшения новогодние там или что-то декорейшн там лучше сразу поменять вот здесь чтоб увидели сертификаты вот надо и тем более здесь вот с таким значком лучше поменять но сейчас мы оставим так сейчас мы так оставим не будем менять так и дальше он подставил нам вот это мы кликаем по красному select и таким образом на телефонах будут отображаться здесь подсказывает что надо сделать чтобы на телефоне отображалась хорошо кликаем select и он вот загружает показывает что не получилось кликаем туда сюда и вот ну не получилось у него возвращаемся пишет что не получилось ну вполне возможно вот получилось это у них клюк вон видите вон видно можно подправить детали можно посмотреть детали и так далее то есть у них вроде получилось вот это работает очень плохо при посмотреть ну давайте посмотрим детали нет шаблон у нас взялся но показывает что то свое видео то ли импорт дескрипшн кликаем сюда импорт дескрипшн и у нас появляется свое описание вот так вот будет видеть наш покупатель с телефона этот товар давайте еще раз вот мы кликнули там выбрали тот шаблончик который нам предложили сделали предварительный просмотр просто я не хочу сейчас кликать оно может все сбиться придет если у вас так получится надо будет делать несколько раз то есть нам понравилось и теперь мы кликаем вот по этой кнопке импортировать описание и сверху импортируется под телефон кликнули импорт дескрипшн посмотрели ну нормально понравилось нам все делаем конферк и сюда подтянется наше уже подтянется оно долго может до конца этого листинга и не подтянется ну давайте поехали дальше подготовка к отгрузке 10 дней вес у нас тут есть вот это сразу у нас пропадает это рассмотрим потом вес у нас здесь где-то был я помню 28 грамм 28 грамм значит здесь мы проставляем 0 0 5 это уже в упаковке то же самое с размерами 20 на 12 на 5 ну давайте 20 на 12 на 5 5 с размерами закончили так не подтянулось но оно подтянется рано или поздно дальше шиппинг темплейт шаблон отгрузки я сейчас сюда подставлю 0 55 тот что мы создавали в первой части который нас не устраивает 0 0 55 центов за каждую отгрузку это для того чтобы показать что надо делать и вот сейчас вполне возможно что из-за отсутствия сертификатов у нас или листинг попадет в пендинг и я не смогу вам дальше показать или как говорится с богом submit если попадет в пендинг значит на этом закончили но идею вы поняли если вдруг что-то такое подозрительное просит у вас сертификат сертификат значит надо поменять категорию идем в продукты и смотрим на состояние нет все пошло все принято то есть скорее всего ну девушка которая говорила что из-за сертификатов не получилось она кликнула загрузить сертификаты но в итоге не загрузила и поэтому у нее листинг не встал попал вот pending approval вот сюда он попал теперь давайте посмотрим что у нас получилось с листингом открыть ссылку в новой странице вот он живой вот у нас тут 58 не 55 а 58 получилось shipping вот он так выглядит вполне празднично наш листинг и там дальше картинки естественно внизу нету той абракадабры потому что я ее убрал уже там вот смотрите сколько картинок надо скролить покупателю чтобы дойти до самого низа а внизу то ничего там нету такого ничего нету нормального внизу а вот и наше видео вот оно играет и поет то есть все листинг полностью получился теперь по тому что надо делать насчет цены вот мы с ценой не угадали с ценой отгрузки у нас не то что нам надо надо у нас допустим во франции у нас 58 центов а в швейцарию допустим руб 89 но в итоге то мы все равно в минусе получаемся поскольку здесь шиппинг дороже и так далее что надо делать в этом случае вот вы прямо так и делаете оттренируйтесь отточите вот этот момент идем в селлер центр кликаем на мор то есть что что мы сейчас делаем если под какой под каким-то шаблоном есть хоть один листинг вам не даст этот шаблончик подправить поменять цену туда-сюда в общем ничего не сможете сделать поэтому вам надо сделать мор вот кликнуть сюда unpublish то есть внеопубликованные перевести этот товар confirm он у вас сейчас появится вот внеопубликованных еще раз confirm и он у вас будет 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 давайте обновим ставим вот он оффлайн продукты одна штучка оффлайн теперь идем в наши шаблоны shipping template и вот здесь вот этот который мы создавали в первой части фрик 055 кликаем edit регулируем цену так как нам надо вот здесь меняем ее увеличиваем уменьшаем здесь опять же увеличиваем уменьшаем чтобы попасть в ту цену в которую мы берем у данного поставщика это стоит делать только в том случае когда у вас вот этот поставщик вы хотите один в один попасть в его цены вот вам надо чтобы с него вы там дропаете очень много понравился тогда уже регулируйте с ним цену шиппинга но поскольку у меня здесь я прекращаю это edit у меня создан так сказать ну полууниверсальный с небольшим плюс-минусом в несколько центов шаблон вот написано alidrop а это cjdrop откуда я буду брать много товаров в итоге поэтому я для них вот сделал вот такое усредненное по цене отгрузки два шаблончика этот шаблон мне не нужен я его в реальности не буду использовать это то что мы сделали утром я вам показываю теперь идем опять же manage product выходим вот на этот оффлайн продукт кликаем edit и я сейчас поменяю просто вот вот видите сертификаты видать та девушка кликнула и ничего сюда не закинула поэтому у нее и получилось так и здесь просто-напросто я поменяю там на вон написано али дроп я знаю что это с али у меня по цене все будет нормально я уложусь в ту ценовую категорию в тот промежуток который мне подходит под дроп с али все тэшпорт качество продукта вон то 8 визитеров 8 посещений но это скорее всего то что вот мы сейчас кликали потому что тут ничего нету и здесь сейчас обновим у нас вместо 0.58 там будет рубль 70 с чем-то что меня вполне устраивает а еще нету ну давай еще раз пока что не активировался а я ж я ж его не не опубликовал more и так следующий уже more и publish опубликовать 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 и он переместиться в опубликованный все теперь у нас здесь будет не 0.53.58 а руб 75 как и что и требовалось сделать меняем допустим на норвегию доставка 4.14 меняем на данью по моему даня у меня тоже стоит нормально дешево руб 75 переводим на швейцарию допустим опять 4.14 видите там в какую страну то есть то что я вам утром показывал в первой части этого ролика показывал точно так же здесь все меняется ну и в принципе что красивый да получился листинг description и так теперь следующее что я вам хочу показать смотрите здесь вот этот эдитор он имеет такую вот привычку при каждом переключение он меняет скопировали но он понимает как будто вы все скопировали вам больше это не надо и убирает то что там заполнено сейчас мы сделаем обратный ход вот чтоб я вам показал что такое болванка грубо говоря и с чем ее едят это не то теперь здесь надо все выделить и убрать это что у нас я его где то сохранил потому что знал что при переключении оно потеряется вставить и даже сохранил в двух местах вот он еще один на всякий случай сохранил вот здесь вот смотрите теперь что значит болванка вот это вот это название товара я его сразу там поменял чтобы видите тут вот оно вот так вот расплющено некрасиво я вот сделал вот так чтоб оно более собрано смотрелось вот так вот по размерам то есть если будет другой то это возможно вам придется переделать но это все в миллион раз удобно сделать здесь чем делать в том маленьком окошечке которое у нас в этом в алиэкспрессе ну опять же чтобы допустим я хочу следующим залистить этот товар я вот скопирую тут скопировал и вставил вот сюда теперь подкорректировал здесь цвет там зеленый посередине все это выставил посмотрел все нормально пусть будет так могу здесь так собрать чтобы оно чуть было собрано ну это я так вот так чтоб все это было то есть вот болванка опять же description слово оставляю что у него тут в description если оно конечно есть вот description копирую вот это копировать вставляю вот сюда вставить опять же взял сделал жирным сделал посередине сделал побольше то есть это уже легко вот в этом месте все это легко вот тут слово повторяется взял это убрал там и то убрал вот здесь сделали все здесь сделать допустим с большой буквы и так далее в общем собрали здесь и вот до слова thank you very much или so much то есть это у нас будет как болванка а вот эти картинки снизу вот эти картинки снизу их очень много я вот так собираю потому что на следующем листинге у меня здесь будут совсем другие картинки совсем все другое так помедленнее помедленнее сколько картинок вот столько картинок о чем они зачем они покупателю вот зачем он он с этих картинок ничего не видит ничего не понимает оно ему не надо он вынужденно скроллить до самого низа чтобы посмотреть а есть там что-нибудь еще интересное еще что-нибудь информативное и видит что нету и вот вот до этого места в принципе здесь все те позиции которые обычно заполняются это у меня так сказать болванка я переключаю на html выделить все скопировать и вот этот шаблон вместо того что было вставляю вот это и он у меня как шаблончик сохранился сохранить и вот я его сюда отложил как шаблон и любой следующий товар просто беру там картинки только сюда вставляю с этого допустим есть же позиция вы помните тут было 4 позиции с расширением вот так давайте сейчас включу алиэкспресс так обновить и вот уже скачиваю не description html а description image только те картинки которые в description из них выбираю несколько которые говорят хоть о чем-либо вот здесь видите размеры показывает эта картинка нужна здесь о чем-то описывается расстояние между колесиками это нужно а вот такое вот то что ни о чем улыбающийся ребенок ну можно поставить ну оно лишнее в общем выбрал какую надо картинку из общего числа вот допустим давайте сделаем сейчас вот description image только их загрузил распаковал вот они вот они ну это сразу выкидываем там про дропшиппинг и так далее просто вот так кликнули чтобы уже удобно было смотреть раз посмотрели выбрали то что вам надо из этих картиночек это то сохранили остальное повыкидывали и все несколько картинок в описании вполне достаточно вполне не надо там заливать миллион картинок это все лишнее и так друзья мы с вами сделали листинг который хотели написали в двух местах о том что даем трек номер в тайтле и здесь при желании можно картиночку какую-нибудь придумать на главную выставить то есть все в наших руках все это делается один раз и через шаблон на все остальные листья теперь давайте посмотрим качество оценилось или нет потому что для оценки качества листинга надо немного времени али алиэкспрессу нужно немного время чтобы он посмотрел и оценил качество нашего листинга нет пока что нет видите